Детские новости О прогулках в верхом на лошадях И о футбольном турнире в спортшколе «Олимп» Мы за мир! Патриотическая акция с таким названием прошла в Национальной библиотеке имени Расула Гамзатова в Махачкале Ребята из Донбасса и Сирии выпустили в небо белых голубей После чего в фойе библиотеки прошла выставка детского творчества На ней нагрозили почетными грамотами и благодарностями наиболее отличившихся ребят 1 июня, в День защиты детей в республике, как и по всей стране, проходили праздничные мероприятия, посвященные детям На площадке перед Русским театром состоялся конкурс рисунка Дети республики показали, каким они видят наш мир Подробности конкурса смотрите в нашем сюжете От летних морских пейзажей до снежных горных вершин Такой разный и прекрасный Дагестан рисуют сегодня дети на площадке перед Русским театром В Международный день защиты детей маленькие художники со всей республики Собрались здесь, чтобы отметить праздник и заодно доказать, кто тут самый талантливый Тема конкурса рисунка «Моя малая родина» Амина Гирейбегова приехала из Дербента Ей всего 13 лет, а она уже точно знает Когда вырастет, обязательно свяжет свою жизнь с искусством Когда мне говорят «Моя родина», мне сразу представляются улицы Магала почему-то И именно поэтому я решила изобразить его на эту тематику Творчество объединяет эти два творца из Махачкалы Амир и Самира на почве рисования подружились уже давно Дети познакомились в школе, хотя и учатся в разных классах Мы познакомились в учительстве Кто из вас придумал нарисовать эту картину? Амиру Каяну А большую часть кто нарисовал, честно признавайте? Он большую часть нарисовал Я пришла ему и помогла А вот семейный подряд Рабадановых, мама и брат не выдержали напряжение И поддержали муслима не только морально Семья рисует родное село в Дахадаевском районе В моем селе мне нравятся горы Мне нравятся ягоды Жители добрые В этом конкурсе победа, конечно же, не главное Гораздо важнее познакомиться со своими талантливыми сверстниками И хорошо провести время Возможно, это лучший способ обрести вдохновение Я желаю всем детям, чтобы они были успешными У них все получалось И чтобы они шли по зеленой дорожке Конкурс рисунка проходит параллельно с фестивалем «Маленькие горцы» Художники как раз заканчивают свои работы и отдают их на суд жюри И даже успевают посмотреть выступления бесстрашных канатоходцев в студии «Пехлеван» Школьники Дербента победили на соревнованиях СКФО по программированию Команда «Дербентские хакеры» выиграла в номинации «Лучший проект» Python 2022 Все в чемпионате участвовали 36 команд из разных городов Северного Кавказа Победители соревнований наградили кубками и медалями Команда «Дербентские хакеры» сейчас работает над новыми проектами Все ее члены планируют связать свою жизнь с программированием У нас было три команды взрослых ребят, подростков И одна команда была малышей до 12 лет Ну и результаты, откровенно говоря, нас очень порадовали Мы даже не ожидали такого результата Прогулки верхом на лошадях и пикник на природе Организовали для детей с ограниченными возможностями здоровья Такое общение с животными и прогулки на свежем воздухе Хорошо влияет на особенных детей Они ждут с нетерпением О ярких эмоциях ребята расскажут наши коллеги Им слово Зухра Курбанова приехала в конно-спортивный клуб с сыном Мухаммадом На мальчика с особенностями развития такие прогулки и общение с животными влияют благотворно, рассказывает женщина Этих поездок он ждет с нетерпением Наш преподаватель, логопед пригласил нас Мы очень рады, что сейчас здесь присутствуем Здесь очень много позитивных, положительных эмоций для детей, я думаю Он очень доволен, конечно, лошади Мы не раз присутствовали Были на таких мероприятиях Он несколько дней ждал именно приехать, покататься на лошадях Акцию под названием «В мире ярких эмоций» для своих воспитанников организовал Республиканский центр дистанционного обучения детей-инвалидов Как говорит руководитель учреждения, такие мероприятия уже стали традицией Подобные мероприятия становятся уже традиционными для нашего центра Они проводятся с целью, чтобы научить детей владеть навыками управления собственным телом В программу нашего сегодняшнего мероприятия входит ипотерапия, арт-терапия, викторина для детишек наших Подготовлены небольшие подарки, более 20 учащихся нашего центра сегодня здесь Одна из самых популярных методик в работе с детьми – это ипотерапия Методика уникальна, она сочетает в себе телесно ориентированные и когнитивные приёмы воздействия на психику пациента Казалось бы, обычное развлечение, но оказывает большой терапевтический эффект Наша любимая ипотерапия проходит практически с полным контактом с нашей любимой лошадью Лошадь – это наш друг, для нас она наш тренажёр Просто взять, посадить на лошадь особенного ребёнка мы не можем Как взрослые, здравомыслящие люди, мы должны в первую очередь узнать, есть ли у нас противопоказания Вот эти лошади, я просто обожаю, только вот одно, просто я их, с семи лет я просто их боюсь Всё равно к ним подходишь и катаешься, да? Да Мне понравилась лошадь Х5, потому что она любит, когда её бонтят и родители, дети, дети Мне понравилось, что они большие, повторяю, мне понравилось, как они просят угощения Стучаться в дверь, вкусняшки, и много интересного было Особенно понравилось их гладить Когда я вышел, я буду ездить на лошадях В рамках акции провели логопедическую викторину и арт-терапию Они помогают формировать эмоционально-экспрессивную речь, снять стресс и улучшить самочувствие Росгвардия выпустила первый детский комикс о защитниках жителей сказочного мегаполиса Дубрава По сюжету в городе уже долгие годы живут, трудятся и уважают право друг друга хищники и травоядные Но безмятежное существование мирных зверушек устраивает не всех Для борьбы с врагами была создана лесгвардия, надежный щит и опора для жителей Дубравы С увлекательным сюжетом комикса зрители знакомят короткий видеоролик Он доступен для просмотра на официальном сайте Росгвардии Скоро и первые выпуски комикса будут размещены на сайте ведомства в разделе «Детям» А теперь спортивные новости Юношеский футбольный турнир прошел в Махачкалинской спортшколе «Олимп» За призы спорили 12 столичных команд Почетными гостями соревнования стали министр спорта Дагестана и известные спортсмены О том, кому достался почетный трофей, узнаете из следующего сюжета Он уже круто справляется с финтами Зидана 11-летнего Абдурашида Сифиханова научили этому в столичной спортшколе «Олимп» Юноя Даравани искусно владеет и другими футбольными тонкостями Именно они помогли в финале турнира обыграть прошлогоднего чемпиона команду «Пальмира» Счет матча 4-1 У победителей на поле солировал Абдурашид Сифиханов В итоге строгая жюри турнира признала его лучшим игроком Ему же достался главный приз велосипед Секрет успеха подопечных Рамазана Гаджибалаева Это усердные тренировки и уверенность в собственных силах На тренировках усердно работали над ошибками Поэтому и победили Были уверены Команда у нас тоже очень дружная Мы помогаем друг другу, дорабатываем друг за другом Не ругаемся, подсказываем друг другу Серебряным призером турнира стала команда «Пальмира» Прошлогоднему чемпиону В этот раз не хватило опыта, а может и везения Я думаю, нам не хватило опыта В прошлом году на этом турнире мы заняли первое место С этой же командой Ничего, это нормальный результат, я считаю Молодцы ребята Самое главное, это польза для них Для них, конечно, медали, это, конечно, круто Но для нас, как для трениров Чтобы они набирали Чтобы они росли На фоне футбольного бума в республике Именно подобные юношеские соревнования Выявляют самых одаренных Этот турнир явно этому подтверждение Почетные гости и организаторы Оценили высокий профессионализм юных игроков Особенно отрадно отметить, что игры были очень профессиональные Несмотря на то, что у нас дети Такого 12-13-14 летнего возраста Показали характер И в определенных моментах мужество даже Поэтому очень рад за наших детей Рад за наших тренировок Рад за наших родителей Которые особое внимание уделяют сегодня детям Бронзовым призером стала команда из Ленинкента В номинации лучший нападающий Призвы Чили Мугудину Азизову из команды Олимп Лучшим полузащитником признали Али Абдурахманова, команда Пальмира А приз лучший защитник достался Раджабу Магомедову из Ленинкента Время нашей программы пошло к концу Мы прощаемся с вами В этот раз надолго Наша программа уходит на летние каникулы С вами были Ибрагим, Аиша Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова